Так, и сейчас у нас на очереди катакомбы змеи. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем донимать мёртвых богов. Так, я на самом деле снова сходил немножко за кадром, побегал в предыдущая локация. Ну, знаете, в этом есть смысл в этой игре, потому что она позволяет фармить, она позволяет фармить черепки, колечки, вот это вот всё для того, чтобы прокачиваться. Это неплохо, кроме прочего, если вы ходите фармите всё от этого дела, вы ещё тем самым открываете немножко бестиарий, и есть потом что почитать. Но, знаете, здесь есть такие враги, которые появляются редко, их надо убивать много, и это, наверное, будут те, скажем так, те островки лора, которые я, наверное, не прочту для вас. Потому что ходить вот за всё вот это время, что мы с вами провели в этой игре, пусть это и немного, но вот таких врагов мы встретили всего 8 штук, а их нужно 50. Я не уверен, что я столько здесь захочу убивать. И да, я в итоге попал, опять зашёл в этот, как он называется, в Эделик, который отвёл меня как раз в катакомбы. Но, как только я понял, что это катакомбы, я из них сразу вышел, поэтому мне открылось только два оттуда врага, благо я хоть дальше не решил, ума хватило, и не заходить. Хоть на этом, спасибо мне, наверное. Короче, что у нас здесь сейчас открыто? Это мы с вами читали. Так, про вот этих вот мы тоже сами читали. Я не помню, Гарпи мы, по-моему, не читали, да? Гарпи это я сейчас за кадром добивал. Я представить себе не могу, что могло заставить женщину добровольно превратиться в такое жуткое существо. Обратить руки в крылья, ноги в птичьи лапы. Ну, ты знаешь, я тоже не отказался. Хоть и не женщина, но я тоже хотел бы что-то такое. Да, все хотят летать, но потерять руки никогда больше не обнять близких. А что такое, крыльями нельзя, что ли? Или жестоко порезать их при этом? Это для меня слишком. Как мне жаль несчастных, которым пришлось сделать этот страшный выбор. Когда Бельцалок победил слуг Яц, он оставил Гарпиам больше памяти, чем большинство других существ здесь. Простите, пожалуйста, такушка орёт. Хе-хе-хе, эта зараза сидела у меня на руках, пока я не начал запись, а потом решил резко слезть и начать орать под дверью. Что же за существо-то такое? Я не раз видел, как трудно минуту Гарпи звали на помощь своих сестёр, будто между ними ещё сохранилась какая-то связь. Так, я отрывок из дневника. Клянусь, я слышала, как крылатая ведьма проскрыжетала имя моего брата. Стены Метлама замкнулись вокруг меня, и мне не уйти отсюда, не лишившись рассудка из дневника Мари Клотильда Пардье. Что-то тут пока что фигурирует несколько имен. Это Пабло Кордобо и Мари Клотильда Пардье. И всё, пока что больше никаких дневников не было. И, кстати говоря, вот что меня больше всего интересовало. Я убил пятый раз Сокальчира. Мне вот интересно, что они пишут. Но я так понимаю, что, получается, за минимум его убийств я получаю кусочек лора о нём. А если убиваю его больше раз, вот, допустим, десяток, то мне просто доступна его картинка, да? Правильно я понимаю? Кхм-кхм. Что цепляется за последние секунды своей жалкой жизни. Я приняло последние слова брата за бред, порождённый отчаянием. Он сказал, что знает способ отомстить всему, кто причинил зло нашей семье. Способ получить силу поистине божественную. Мари Клотильда Пардье опять. Может ли быть Тамак? Нет, это Ксакальчир. Может ли быть Ксакальчир братом той самой Мари Клотильда Пардье? А хрен его знает. Хорошо. Но как факт, получается, что бог Ягуар это Тамак. С ним, я так понимаю, мы ещё, наверное, встретимся, да? Так, знаете, что ещё хотелось бы? Давай-ка мы возьмём что-нибудь вот отсюда. Я возьму, наверное, то, где есть кинжал. Потому что потом мне проще будет найти когти. И я буду стараться, наверное, комбинировать кинжал с когтями. Мне это так понравилось. Это такая дикая динамика, что мне вот даже как-то больше ничего другого и не хочется, если честно. Так, катакомбы. Ну, давай. По идее, здесь нас ждёт змея, да? Так, давай-ка мы пойдём, наверное. Вот так, если мы пойдём, это будет, кстати, строго прямой путь. Почти что строго. Это, наверное, самое удобное. Но мы так не пойдём вообще-то через оружие ни разу. Вот так можно будет зацепить хотя бы два вида оружия. Хотя бы даже один вид можно будет зацепить. И один раз просто усилится. Давай, наверное, так пойдём, но его в баню. Прямой путь, конечно, является самым коротким до цели. Но не всегда это так на самом-то деле. Хорошо. Я, кстати говоря, ещё взял другие вот эти вот плюшки. Ну, как другие, одно единственное. Я взял, я не помню, что у меня было до этого, но сейчас у нас здесь ловкий порыв, который вначале он даёт просто пять к ловкости. Это неплохо. Ну, помимо того, что при уклонении он вызывает ускорение, сейчас он даёт ещё пять к ловкости. Это хорошо, потому что ловкость это урон. Урон я очень люблю. И вот эта вот, смотри, она довольно сильно отличается от того, что мы видели до этого. Ну, сам я уже встречался разочек. Ага. А ты чё стоял и даже... И даже не пошевелился толком. Ага, вот она как. Короче, я так полагаю, что... Здесь будет много яда. А я могу его, может быть, как-то выжигать? Да, могу. Великолепно. Он ещё при том взрывается. Это можно будет использовать. Короче, это своего рода ловушки. Угу. Блин, я хрен его знаю, на самом деле, куда сейчас идти. Давай пойдём налево. Тут вроде хотя бы денежка есть. Ай, ёлки зелёные! Блин, на самом деле, это так клёво. Ну, типа... Ловушки не повторяются из локации в локацию. Честно говоря, из всех паразитирующих... Негативных эффектов я больше всего ненавижу именно яд. Блин, кинжальщик хоть и, по сути, не очень стильное оружие, но при этом оно настолько кайфовое здесь, что, я не знаю... Я готов смириться с тем, что оно наносит не очень сильный урон. Мне кажется, мы сделали правильный выбор. Сейчас мы сделаем... Или нет? А, может быть, и нет. Ладно, я просто думал, что мы сейчас обойдём вокруг, и в итоге выйдем там, где... Ааа... Могли зайти с обратной стороны, но, походу, походу, нифига так. Ладно, сюда я пока не пойду. Я понял, идём сюда. Ааа... Живые кусты. Которые, походу, и не убить невозможно. Так, и была расхитителя. В принципе, вместо той, что у нас сейчас есть, тем более, что тут за каждый уровень нам даёт... Ну, можно было бы подзорвать. Ладно, неважно. Это будет лучше. Короче, с этим лучше не сражаться. Это просто своего рода ловушка. Лучше их просто обогнуть. Слушай, а ну идём сюда. Возможно, вот этот путь выведет нас вот... Ааа... Я понял. Ладно. Наверное, всё-таки сделали правильный путь. Я думал, что... Ааа... Если мы сейчас пойдём туда, то мы в итоге выйдем на ту сторону, с которой мы могли попасть в эту локацию. Я думаю, что самое кайфовое начнётся... Ааа... Ааа... Зараза... Ха-ха-ха-ха-ха... Я думаю, что самое кайфовое начнётся там, дальше. На вторых уровнях этих локаций. Так, великие... Стоимость к подношению кровью... Ну, в принципе... Наверное... Ну, его в баню, потому что... Не, ну, кровь подносить... В принципе, идея неплохая. Так. Стоимость к подношению... Ну, вот это давай возьмём. Но я всё-таки хотел бы... По возможности использовать... Эээ... Этот самый... Золото. Так, а ну, подожди секундочку. Какие-то идиотские просадки здесь бывают. Я думаю, что это потому, что у меня на фоне что-то работало. Сейчас посмотрим, как будет в этот раз. Так. Хорошо, как мы идём с вами? Идём сюда через... Через способности. Или, может быть, через реликвии. Пару реликвий, да? Потом улучшение оружия. Потом ещё реликвия. И там, кстати говоря, есть ещё способности. Фиг его знать. Давай, наверное, сразу пойдём через... Не, давай пойдём через реликвии. Потому что способности-то такое. Можно способности поднимать реликвиями. При желании. Тут, кстати, есть такие интересные тоже апгрейды, которые... Ах, зараза! Блин, я же увернулся рано... Может быть, слишком рано. Ладно, хорошо. Защита, но так уж и быть. Пару раз... Позволю вам... Прикоснуться ко мне. Но не более того. Я даже не особо уже запариваюсь на тему того, чтобы зажечь факелы здесь, если честно. Ага. Так, либо сюда, либо туда. Ну, давай сюда, ладно. Даже не особо запариваюсь, это можно продать. Но тема того, чтобы... Зажигать факелы, в основном бег здесь в тьме. Ну, проще начинать надирать задницу врагам уже сейчас. А можно это разбить? А можно это разбить? Или можно? Проще начинать надирать задницу врагам уже сейчас, чем выискивать эти гребаные факелы. Да, я получаю там на 20% урона. Больше вроде как. Хлыстов у нас нету, можно отдать. Получаю вроде как на 20% больше урона за счет того, что нахожусь в темноте. Но с другой стороны... Так, аккуратно. Но с другой стороны я их зато успеваю уже накромсать. Еще до того, как они поймут, что здесь произошло вообще. Тем более, что... Что здесь самое главное, это просто не отлавливать удары. Вот и все. И, кстати говоря, эти катакомбы, они разветвляются довольно сильно. То есть, независимо от того, какой путь я выберу, я все равно не угадаю правильный походу, да? Так, восприятие 45% к урону по критике... К 45% к урону от тех критических ударов. Это круто, так, урон в темноте. Это уже неплохо считалось, что мы с вами бегаем в темноте. Часто таймер жадного убийства. Жадного убийства, я не помню, что это... Что это такое. Это, скорее всего, то, что дает нам больше денег, да? Вот это прикольно. В темноте мы сидим чаще, но все-таки... Так... Но отсюда нельзя уходить с пустыми руками. Давай за роли. Нельзя уходить с пустыми руками, потому что, черт возьми, мы сюда... Мы ради этого сюда шли. Так, основной урон от луков. Луков у нас нету. 100% полученного золота превращается в золо... Да, господи. Читаю, 100% полученного золота превращается в золото. Так, 100% полученного урона превращается в золото. И при этом плюс 3 к ловкости. Это прикольно. Давай возьмем. Потому что ловкость это урон. Урон я люблю. Если мы... Я люблю, знаете, я люблю брать что-то... Ну, такую оружию, у которого есть какая-то слабая точка. И эту слабую точку просто пытаться... Идем сюда. Это слабое место просто пытаться восполнить, чтобы сделать... Я не знаю, ультимативное какое-то оружие. Вот, допустим, у нас будут когти, у нас будет кинжал. Какое у них слабое место? Слабое место у них это... Маленький урон. Значит, мы делаем себе гигантский урон. И в итоге получаем высокую скорость атаки. Ха, зараза. Получаем высокую скорость атаки. И неплохой урон. О, да. Блин, на самом деле игра играется ну чертовски приятно. При этом говорят, что она очень продолжительная. Я надеюсь на это. Потому что, судя по тому, что надо было идти в ту сторону. Судя по тому, что я видел, мы с вами уже прошли 15% игры. Меня это не очень радует. Даже расстраивает немножко. Угу. Я вроде научился, кстати, открывать секреты. Их надо просто успевать замечать до того. Как мы зачистим локацию. Потому что многие секреты можно открыть... Эээээ... За счет просто врагов, которые находятся здесь. Так, сюда мы уже не вернемся. Да. Ха. Напоминает кого-то торговца. Как вот если бы вы в каком-то другом врагалике ходили. И встретили бы его, чтобы он с вами поторговал. Если, конечно, есть чем открыть собственными руками какие-то запертые двери. Или, возможно... Эээ... Ой, тихо. Или не двери, а скорее... Эээ... Ломать стены. Короче, если у вас будет чем, то можно, в принципе, не заморачиваться с тем, чтобы использовать для этих целей... Врагов. Ха-ха-ха. Так, копьем не имеет смысла делать себе такую атаку. Заряженная, потому что она просто круговая. Ее имеет смысл, имеется в виду делать тогда, когда врагов реально много. По слабенным врагам. Ну, давай, да, давай. Мы уже столько прошли. Мы уже полпути прошли. Еще ни разу порчу не получили. Порчу получать... Одновременно как и сложно, так и не очень. То есть, если вы хорошо уворачиваетесь, вы не будете вообще ее получать. Будете получать только за счет дверей. При этом есть такие вещи, которые вас вообще порчу... Которые вообще позволяют не получать даже при закрытии дверей. Вы вообще можете без этого проходить. Ну, то есть, патологии вот эти. Так, я пол. Слушай, не, я хочу туда. Вот так. Открывайте. Блин, как меня... Вывороживает. Их защита... Но, они на это имеют право. Как бы факт. Ха-ха-ха. Не, кайфово. Кайфово использовать... Он, кстати говоря, был этот... Таймер жадного убийства. Угу. Смит эндвеса. Ноги на атаки для идеальных выстрелов и вторичных серий приемов. Ну... Нет. Блин, нехорошо, что я, конечно, не пробую кстинь с другим оружием. Но просто пока что... Вот надо было, знаете, что сделать? Вот сейчас у меня был кинжал. Ой, ну... Ну да, у меня сейчас вот была булава. Хрен знает. Найду я когти, не найду я когти. А вот с булавой комбинировать как раз выстрелы было самое то. Надо было взять этот пистолет и не морочить себе голову. Ладно, ну что же, что сделано? Это сделано. Слушай, а контакты комбы идут покрупнее? По-моему. Да? Или мне кажется? Заряженная атака, кстати, не восполняется. Если я ее не использовал, то это чисто мои половые проблемы, походу. Вы даже пальцами не тронете. То есть, получается, когда я заряжу атаку, если я ее не использовал, сделал, допустим, у ворот, то мне ее никто назад не вернет, мои эти... мою выносливость. Угу. Парень, надо было, наверное, чуть позже использовать. А, ну, исполняется. Ха-ха-ха. Ну тогда гори в аду. Черепашка. Оп, стоп. Надо как-то использовать его здесь. Может быть, личинку-то рвануть. Получилось, нет? Ну, их там, кстати говоря, много таких. Получается, вот такую стенку я могу разрушить с помощью какой-нибудь большой колотушки. Но при этом использовать вот этого врага для того, чтобы разрушить эту стену, у меня не получилось. Почему? Может быть, я просто не дождался, когда он использует эту магию. Либо он просто не может так впритык ее использовать, чтобы стена вылетела нахрен. Я не знаю. Так, снимает 15 дни с разложения. Ого. Ну, это, правда, преподношение. Такое себе. Так, 6 спасли, а каждая жадная убийца снимает одно разложение. Прикольно. А что у нас? У нас вообще нету ничего из сложения. Угу. Можно заролить, а можно, в принципе, и взять это, потому что хотя бы чуть-чуть здоровья прибавится. Ну, давай возьмем, почему бы и нет. Лишним точно не будет там несчастной 150 здоровья. Блин, а что ж получается, что если бы я... Сейчас будет, кстати говоря, проклятие. Если бы я реально пошел бы сначала в катакомбы, они были бы вот такими вот сразу же, да? Или оно все-таки нарастает как-то в зависимости от того... Наслепляющая жадность. Или оно все-таки нарастает в зависимости от того, какие локации мы прошли. То есть, если бы я сначала пошел в катакомбы, они были бы такие же простые, как храм Ягуара, а потом пошел бы в Ягуара, они бы были бы уже жесткие, как катакомбы сейчас, да? Близок золота единственное, что утешает, когда душу поглощает амбиции и тьма. Золото на полу пропадает через некоторое время, ценности золота на полу повышается. Это хорошо, но получается, что если есть какой-то секрет с золотом на полу, да? Оно сейчас исчезнет или нет? Или это касается только того, что я сейчас выбил? Блин. Я, кажется, нашел врагов, которые более противные, чем скрытни. Яд этот здесь кругом! Ну, они, кстати, могут, да, они могут друг друга колбасить. Это что там такое? Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ты откуда такой взялся вообще? С кем... гуляла твоя... Ну ты понял... что ты такой уродился? Но, тем не менее, не так уж усилен. Мне не очень нравится, что мы в итоге сейчас не лечимся по дороге. У нас было черти где лечение, а сейчас нам не дадут этого... Такой... Такой роскоши, как... Чуть-чуть подлечиться. Так, 30%... По... 30% урону до отравленных врагов. Хорошо. И здесь тоже... Ого! По сути, когда мы находим... Кстати, вот надо запомнить. Когда мы находим вот такие алтари... И вообще, в принципе, когда мы находим на карте до улучшения... Это означает, что... То, что у нас сейчас есть в руках... Нам дадут... Поднять уровень этого оружия. Вот, допустим, у нас сейчас первый... Нам дают поднять его до второго. При этом максимальный уровень, я так понимаю, пятый. Мне ничего из этого, честно говоря, не хочется брать. Но, как бы, у нас выбора нет. Потому что... Так получится, что мы в итоге дойдем с какой-то херней. Чай? Угу. До босса. К слову... О! Нет, хорошо. К слову, хочется отметить, что... Мы еще ни разу не сдохли. И, походу, мы скоро первый раз это и сделаем. Что-то мне подсказывает. Хотя, в принципе... Может быть, и нет. Сдохнем там и в любом случае когда-нибудь. Ну, в смысле, без пессимизма. Я имею в виду, что мы сдохнем когда-нибудь, когда... Там на вторых локасах по-любому это будет происходить, наверное, чаще. Ага. Вот как раз было время. Ценность падает именно в момент... А, да, то есть вот идет, получается, таймер, который опускается вниз. И чем ниже он, тем меньше ценность монеток поднимаем. Нет, стоп. Ну, давай пойдем сюда. Я не знаю. Мне кажется, что это должен быть не то суд, чтобы секрет. Но мы сделаем как раз круг и ничего не потеряем. Не факт, но мы попробуем. Опасно было. Да шляп тебя, я видел. Я просто не успел отреагировать. Ладно, не страшно. О, отлично. Подвеска химеры. Угу. Есть здесь, кстати, такие реликвии классные, которые добавляют реально... Так, жадному убийству. Ну, давай уже возьмем сколько у нас их. Полное. Очень классные реликвии есть, которые там добавляют, к примеру, плюс 50 урона. К отравленным, по отравленным врагам или еще что-то такое. И если продать, ну, преподнести эту реликвию богу. Эй, тихо. То дают очень неплохие бонусы. Там, допустим, можно получить... Эх. Интересно, я мог бы его отпарировать? Что-то мне подсказывает, что нет. Я лучше не пытаться. Я лучше буду ловким. Буду чаще уклоняться. А, что я говорю? А, да, можно получить, получается, хороший бонус. Например, за релик, который добавляет 50% урона по отравленным врагам, там можно было получить одну божественную милость, к примеру. Это довольно неплохо. Так, урон от огня. Плюс 2 к ловкости. 4 к служению, 45 урона по отравленным врагам. Либо просто это зарулить. Урон к урону от огня. Тут хорошо просто, что ловкость есть. Ну давай, заролим. Может, что-то еще будет хорошее. Вот, допустим, вот это. За кровь. Так, 90% максимального здоровья при переходе через двери. Не то, чтобы это нам надо было. Так, а вместо чего вообще взять-то мы это можем? Что нам не надо? В общем-то, вот это не особо надо. И вот это. Давай возьмем за кровь. Интересный факт, кстати. Он режет ту руку, которая у него проклята. Мы все равно так или иначе получим этот... Идем за оружием. Мы все равно так или иначе получим это проклятие. Вот. Хотя нет. Это же была сейчас последняя комб... Не, мы бы его получили. Если бы я сейчас здесь получил урон, дальше как раз через дверь к боссу, мы могли бы получить... Ладно, все, не важно. Холодное касание тьмы может изменить даже самое горящее пламя. Некоторые же ровни горят темным пламенем и не зажигаются. Если сейчас не получим урона, то в принципе, что так, что так, мы с вами получили бы второй уровень проклятия. Поэтому ничего не теряем. В целом. Но, как факт, мы не получили пока нужного нам оружия. Зараза. Да шер ты, сыромсов. Но, честно говоря, в принципе, тайминги, их атак не такие уж и жесткие. Не успел. Увернуться не составляет особого труда. Да шер тебя. Думаешь, тебя твой панцирь спасет? Да нифига. Короче, со временем просто интуитивно ощущается, когда надо... Увернуться. Твои же дивизии и ничего. Вот вообще ничего. Давай тогда, знаете, что сделаем? Кинжал в этой всей сборке наше вообще не в тему, если честно. Давай возьмем тогда хлыст. Вместо него. Угу. Тем более, что он электрический. Да. Но он больше ПВ... Этот, господи... Больше по области у него будет урон, конечно. Ну, ничего страшного. Я еще не знаю, с кем нам тут придется иметь дело. Может быть, это как раз будет выгодно. Но это все равно будет получше, чем Кинжал. На данном этапе, потому что он вообще первого уровня. Ведьма. О-о-о-о-о! Тихо, тихо, тихо! Болит хелл. Не ожидал. Приятно удивлен даже. Причем совершенно разный. А, я могу их разбивать. Слушай, а ты неплоха. Ну, а она больше порчу накладывает. А какой смысл в этой порче, если... Если я сейчас ее убиваю и, по сути, дальше не иду. Наверное, знаете что? Наверное, все-таки я прав в том плане, что после того, когда вы убиваете здесь босса... А, о нет, там, слушай. Там урона все-таки проходит. У меня просто какой-то релик, да, спасает от этого. Будьте хлыстом по сраке, тварь. Там какой-то релик нас спасает просто от этого дикого урона, наверное, помимо прочего. Да и плюс ко всему прочему. Наверное, все-таки придется... Ай, что-то я потерял вот это чувство, когда надо уворачиваться. Так вот, сражаться нам, скорее всего, придется не один раз просто с боссом. То есть... Умри. То есть мы сейчас с ней встретились, потом надо будет, наверное, встретиться с ней еще раз, и только потом открывается эта дверь, и мы доходим до следующего босса. Наверное, так это все-таки работает. За счет чего раны будут увеличиваться по времени и по объему, конечно же. Ну, короче говоря, первые уровни вообще несложные. Как ни странно. Прошли, кстати, быстрее, чем все, если что до этого. Но боссы просто отличные. Мне очень нравятся. Как бы ничего такого нового, чего бы мы не видели до этого, но просто в новой обертке смотрится свежо. Так, есть новое благословение. А ну дай-ка посмотреть. Теперь у нас открыто логово отрудия. Неописуемый эксперимент и затмение проклятых близнецов. Блин, хочется уже прямо сейчас пойти, но мы сделаем это, наверное, в следующей серии. Будем пробовать по боссу за серию. Но самое кайфовое сейчас то, что мы можем получить еще один релик на себя. Так, получаю урон, мы активируем ярость, но мне кажется, что это работает не так, как мне хочется. Все-таки. Вот закинуть, например, вот это сейчас. Нет, не это. Что-то нам тут добавляло еще. Плюс какое-то делало к нашим этим самым статам в начале рана. Но я не вижу, что именно. Ладно, наверное, я просто этого не купил, наверное, да? Я где-то прочитал, но не купил. А, вот это вот к сложению, да? За тридцаточку не хватает трех монет. Ладно. Возьму вот это вот. Пока что. И знаете что? Я в первую очередь хочу, чтобы нам чаще падались... Попадались, падали... Эти... Кинжальчики. И когти. Поэтому сделаем вот так. И надо будет докопить немножко больше черепов, чтобы прокачать наши алтари уже, наконец. Но мне кажется, что фарм черепков будет лучше идти на следующих уровнях. Короче. Пойдем мы туда уже в следующей серии. У меня вот дико не... О! О! Хо-хо-хо! Идеально! Просто идеально! Я сразу возьму, чтобы не потерять. И с этим мы двинемся с вами в следующей серии уже на следующий локас. Правда, она первого уровня. И мне кажется, что чтобы там возыметь какой-то успех, нужно, чтобы она была хотя бы второго уровня. То есть даже... Даже если мы будем с вами сражаться неплохо, все равно урон, наверное, будет маленький. Мы просто не вытянем по урону. Ладно, хорошо. Пока что мы на этом остановимся. И двинемся уже в следующей серии. Всем пока! Удачи! И жду вас всех в Дискорде!